За период влияния циклона на Приморье в крае прошли сильные, местами очень сильные осадки, преимущественно в виде снега и только на восточном побережье, в виде дождя и дождя со снегом. За время непогоды во многих районах выпала месячная норма осадков. Больше всего их отмечено в селах Хароль – 130% от месячной нормы, Ольга – 126%, Барабаш – 121% и Рудная пристань – 107%. Во Владивостоке за весь период непогоды выпало 24 мм осадков, что составило 77% от месячной нормы. Помимо осадков циклон принес в Приморье сильный ветер. Во Владивостоке он усиливался до 34 м в секунду, что стало рекордом для краевой столицы за всю историю метеонаблюдений. До этого максимальная скорость ветра в этот день, достигавшая 32 м в секунду, была зафиксирована в 1972 году. Сильный ветер во Владивостоке нанес дополнительный урон городской инфраструктуре. Падали баннеры наружной рекламы, срывало куски обшивки с фасадов. В районе ДСК во время снегопада рекламная конструкция упала на машину такси. Судя по всему, удар пришелся на капот Тойоты Витц, и водитель не получил серьезных травм. Вот только выбраться самостоятельно у него не получилось. Потребовалась помощь. От ветра пострадал и виадук на заре. Оказались пробиты панели, которые должны защищать людей от непогоды. Надземный переход здесь ремонтировали в этом году. С башни Дворца Спорта Юность сорвала баннер и флаг России. Создание лицея номер 41 снесло несколько железных листов с крыши. Оказались повреждены автомобили, припаркованные неподалеку. Также рухнула часть забора и крыши на стоянке в районе Шилкинская, 15. Поврежден стадион школы номер 73. В центре города, у площади борцов революции, оказались вынесены стекла павильона умной остановки. Что стало причиной, неизвестно. Возможно, их выдавило ветром, или они не выдержали количество людей, которые накануне пытались защититься от сильных порывов ветра в павильоне. 30 ноября пробки на дорогах оценивались в 9 баллов. Дорога на Изумруде была перекрыта, что значительно осложнило ситуацию. Автобусы и троллейбусы не могли справиться со снежными заносами. На помощь приходили сотрудники ДПС и МЧС России. Цены на такси прилично взлетели. Так, уехать из центра на Вторую речку на Яндексе стоило 735 рублей. Добраться из центра на Чуркин на Яндексе можно было за 607 рублей, а за поездку из центра на Боляево просили больше 620 рублей. Больше 100 адресов Владивостока к утру остались без света. Причина – аварии на сетях электроснабжения. На данный момент в большей части домов оно восстановлено. За сутки было израсходовано полторы тысячи тонн противогололедных материалов. Без остановки работали более 180 единиц снегоуборочной техники. Их работу осложняла метель. Почищенные участки через час-полтора снова заметало снегом. Дорожные службы работали на улицах города всю ночь. Утром 1 декабря на дороге Владивостока вышло 405 автобусов. На остановках скапливались огромные очереди. Транспорт выходит на маршруты по мере расчистки дорог. Временно приостановлено движение трамваев и троллейбусов. Причина – обрыв от тяжа контактной сети. Идут аварийно-восстановительные работы. А владельцы личного транспорта пытаются освободить свои машины из снежных завалов. Сегодня, 1 декабря, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае местами небольшой и умеренный снег. На севере местами сильный снег. В отдельных районах – гололедные явления и метель. Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте. Продолжается расчистка дорог и уборка территории от снега. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.